Как только выпадает снег, наряду с классическими санками и бесхитростными пластиковыми ледянками, появляются более массивные надувные приспособления тюбинги, а в народе их называют ватрушками. Может, они действительно удобнее и круче тех же санок, однако гораздо травмоопаснее. Мы за период с конца ноября по сегодняшний день имеем около 220 травм гололедной холодовой. Из них около 30 получено при катании на данных видах транспорта. То есть это перечисленные тюбинги, ледянки и так далее. Тюбинги, они, в общем-то, опасны чем? Что они неуправляемые, они могут терять направление, с них легко упасть, они могут подпрыгивать там на каких-то неровностях и их очень сложно остановить быстро. Поэтому детям, которые решили покататься, нужно оценить возможные риски. То есть это, в первую очередь, возможность столкновения с какими-то предметами. Это может быть деревья, кустарники, какие-нибудь бетонные столбики. Ну и если это не один ребенок, то столкновение между собой. Это тоже достаточно распространено. К сожалению, сколько бы ни призывали к осторожности при катании с горок на тюбинги, каждую зиму находится немало желающих рискнуть здоровьем. Вот этой зимой с появлением снега нашлись те, кого так и манил экстрим. Как и следовало ожидать, в Брестскую областную детскую больницу незамедлительно поступили пациенты с травмами, полученными в результате неудачного катания с горок. Итог – перелом, гипс и несколько месяцев восстановления. А все из-за халатного отношения к своему здоровью. Наибольшая опасность скатывания на тюбингах, ватрушках – это травмирование головы, то есть черепно-мозговая травма. На первом месте, конечно, это будут стоять травмы конечностей, то есть меньшие травмы, то есть это могут быть переломы предплечья, ушибы предплечья, голени, коленных суставов. Вот наиболее опасна черепно-мозговая травма. Учитывая все последствия, которые могут закончиться не только ушибами и переломами, но и летальным исходом родителям стоит 10 раз подумать, прежде чем покупать своему ребенку тюбинг. Лучше отдать предпочтение менее травмоопасному времяпрепровождению.